Девочка-пай В далеком 1326 году Углич присоединяется к Москве. В духовной грамоте Дмитрия Донского город числится как приобретение московского князя Ивана Калиты. С тех пор история Углича неразрывно связана с Московской Русью. В городе со второй половины XIV века правят потомки великокняжеской семьи. Василий Темный, Дмитрий Жилко, Юрий Васильевич, Владимир Серпуховской, Андрей Большой. Некоторое время после гибели Андрея Большого Углича управляли наместники, но он был завещан Иваном III своему сыну Дмитрию Ивановичу Жилке, в котором соединилась кровь вот этой вот ветви московских Рюриковичей и византийских палеологов, поскольку был он сыном Ивана III от его второй супруги, византийской царевны Софьи Палеолог. И надо сказать, что это был, наверное, последний князь, обладавший еще какими-то владетельными правами. И он был достаточно заметным деятелем своего времени. Иван III доверял ему командовать войсками в походах на Казань, на Смоленск. С объединением Руси уже перед ней встали проблемы в решении внешнеполитических вопросов, уничтожение очагов агрессии, оставшихся, образовавшихся на бумках Золотой Орды, помушки ханств татарских, Казанского, Астраханского, Ногайской Орды. Это завоевание выхода к Балтийскому морю, от которого Россия была, вот, вперед Татарского века и во время феодальной разрубленности, по сути дела, отторгнуто, отодвинуто европейскими государствами, Швейцей и Польшей, Ливонским орденом. Вот. Ну и вот Дмитрий Иванович Жилко неоднократно командовал русскими войсками в походах. Несомненно, что в этих войнах участвовала и угольская дружина, поскольку этот князь действительно еще обладал какими-то правами владеетного князя, имел здесь свою дружину, участвовал в тех делах, в решении тех задач, которые встали перед русским государством в начале 16-го столетия. При Дмитрии Ивановиче Жилко угольческое княжество расширилось по своей территории. По духовной грамоте своего отца Дмитрий получил город Малогу, бывшее Малужское княжество, которое в течение 270 лет входило в состав угольческого княжества, затем угольческого уезда до губернской реформы Екатерины II. При Дмитрии Ивановиче Жилке здесь тоже продолжилось каменное строительство. Он, вероятно, заложил каменную церковь митрополита Алексия в Алексеевском монастыре. Алексеевский монастырь вообще всегда был связан именно с московским духовенством, с московской знатью. Достроена она была уже после его смерти. Прожил он не очень долгую жизнь, умер в возрасте около 40 лет, но, в общем-то, оставил некоторый след в истории Углича, именно как последний князь, обладавший владельными правами. После смерти Дмитрия Ивановича, который умер неженатым в 1521 году, Угличем стал управлять князь Фома Колычев. Происходил он из древнего боярского рода, приближенного к великому князю Василию III. Фома Колычев – это личность несколько легендарная. Он даже посчитается как местный святой. В Алексеевском монастыре была его икона, которая потом в 1920-е годы была везена в Москву, по-моему, в Государственный исторический музей. В конце 19-го, начале 20-го столетия в Угличе писались его иконы, и даже одна из них, выполненная в начале 20-го столетия, вероятно, как хромоздатель. Он там в ней запечатлен. В общем-то, есть в Угличском музее. Дело в том, что Углич с начала 30-х годов по, вероятно, завещанию Василия III был завещан его второму сыну. Первый сын его – Иван Грозный. А второй сын, родившийся буквально за год до смерти Василия III, был Юрий или Георгий Васильевич. Ему и был завещан Углич. Личность, вообще-то, немножко легендарная. Здесь можно предположить вот что. Когда в начале 30-х годов Юрий Васильевич стал Угличским князем, он стал Угличским и Каужским князем. Логично, что за него кто-то управлял Угличским князем. А его воспитателем и опекуном, также назначенным по завещанию Василия III был боярин из рода Каучевых Степан Иванович Стенстур Каучев. Один из влиятельных цередворцев, воевода первой половины 16-го столетия. При Фоме Кулачеве была достроена Алексеевская церковь женского монастыря. В ней он и был похоронен в 1551 году. После смерти наместника Юрий Васильевич принимал во дворце Ивана Васильевича Грозного. Юрий Васильевич не был отмечен какими-то, ну, большими, что ли. Он и прожил небольшую жизнь, большими делами в истории русского государства. Он был человеком больным, даже, кажется, глухонемым. Вот. И поэтому, да, он, наверное, бывал в Угличе. Он управлял Угличем, он получал с него доходы. Но он присутствовал при венчании Ивана Грозного на царстве, нес сейчас царских регалий. Вот. Участвовал в заседаниях Боярской думы. Ну, в общем-то, каких-то заметных следов в истории, в государственных делах он, конечно, не оставил. Во время княжения Юрия Васильевича в Угличе продолжилось каменное строительство. Была построена Веденская церковь с трапезной в Николо-Улеминском монастыре. В городе развивались ремесла и торговля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok